Я поделил 100 игроков на 4 совершенно разных региона и поручил им создать самую продвинутую цивилизацию, используя все свои знания, коммуникабельность и возможность работать в команде как одно целое, после чего гигантские стены между каждым регионом распадутся и начнётся настоящий конец света, в котором все цивилизации должны будут защищаться и атаковать, чтобы доказать, кто из них сильнейший. Итак, прямо сейчас начинается самое глобальное событие в жизни этих игроков, потому что мы сейчас наблюдаем за первой цивилизацией, а именно за дикарями, за то, как они начинают первыми развиваться, смотрите, они уже встретили скелета, и они начинают добавить своё дерево, постепенно разбегаются по сторонам и начинают своё первоначальное развитие. Мы немножко тут развиваемся, темно, мне кажется, вообще ничего не видно, не в этом проблема, и мы уже развились, считайте, до каменного века, хоть мы тот самый дикий, потому что мы дикарями. В этот момент у нас имеются зимние биомы, а именно полярники, которые начали с огромной горы в зимнем биоме, и теперь, видимо, постепенно спускаются вниз для того, чтобы начать свою добычу дерева. Мне безумно интересно посмотреть, как разные цивилизации будут развиваться, но что меня больше всего пугает, в этой цивилизации есть люди, которые сами по себе начали убегать, то есть они разделяют от остальных, и, возможно, это приведёт не к очень хорошим последствиям. Итак, наш ивент начался. Мы заспавнились в не очень хорошем биоме, как минимум, потому что тут нету еды. Сейчас мы все бежим добывать дерево, 3 часа времени, в принципе, за это время мы сможем успеть хорошо развиться. В это же время, если, например, сравнить с джунглями, а именно с лесниками, то мы увидим то, что они более дружно, как реальная команда, играют вдвоём, втроём, пятером, и очень много людей, которые вместе тут развиваются. Кстати говоря, мы можем параллельно немножко подслушать их, а именно узнать, что у них прямо сейчас там происходит. Итак, ребята, нас выпустили, я нахожусь в команде лесников, и сейчас наша цивилизация добывает дерево, и, в принципе, совместно развивается. Это всего лишь первый день, и если посмотреть, такое впечатление, будто бы пустынники уже выбирают себе лидера, потому что тут человек на верстаке, который всеми начинает постепенно командовать, и, эээм, человек, который пришёл на ивент без штанов. Чего-чего? Кстати говоря, самое смешное в этой ситуации, что посмотрите, например, на пустынников. Как вы видите, это обычные ребята в пустыне, которые думают, что у них очень ограниченное количество ресурсов, и как же в такой вообще среде развиваться? Дело в том, что у пустынников есть одно огромное преимущество, про которое никто особо и не знает, и всё это находится под землёй. Это огромнейшая, огромная шахта, в которой спрятано нереальное количество полезных рук. Однако мне нравится, что происходит у дикарей. И они тут, смотрите, организовываются, создают себе какое-то первое жилище, возможно, таблички, на которых написано... Админы, включите чат в Майнкрафте. Не включим! И тем временем у них уже наступает их первая ночь, и, наверное, это первые неприятности, потому что ночью будут спавниться монстры, но знаете что? Это, наверное, не самое сложное и не самое адское, что их ждёт, потому что дальше будет... Немного сложнее. У нас уже прошло несколько дней, и мы телепортируемся к пустынникам, чтобы посмотреть, как они развиваются. Рядом с ними огромные пирамиды, кто-то отправляется их исследовать, а кто-то остаётся с остальными для того, чтобы, я не знаю, создавать какие-то храфты. Смотрите, они уже создают себе постепенно железную броню, а у одного вообще уже имеется арбалет. Кстати говоря, самое интересное то, что именно в этот день начинаются первые выборы, а именно выборы на лидера цивилизации. Если посмотреть на дикарей, то они уже захватили какую-то деревню и готовятся, видимо, выдвигать свою кандидатуру. Каждый игрок имеет право выдвинуть свою кандидатуру, чтобы стать лидером своей цивилизации. Но главный вопрос, который мы хотим проверить в качестве эксперимента, это насколько вообще у них получится договориться и реально кого-то отобрать. В общем-то, ребята, сейчас наша команда лесников будет уже выбирать себе лидера. Представляете? За аплодисменты, здравствуйте. Я УПОН, кандидат на... Кандидат в лидеры... 2000 лет назад. Моё решение выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера дикарей я принял после того, как решил для себя, что... что... не могу... что не могу оставлять... Теперь это, короче, наш новый главарь, АВП, нижнее подчеркивание. Ну, он самый богатый и у него больше всего хлеба, поэтому он главарь. А чё так можно было, что ли? Итак, у нас сейчас стоит задача выбрать лидера среди, ну, нашей цивилизации. Итак, это наши кандидаты. Выдвигайте свою кандидатуру. Ты первый. Ну, я умею хорошо ПВП, могу уме... ну, умею красиво строить, могу решить дефицит с едой, ну, взять пару человек и пойти добывать еду. Я хочу предложить свою кандидатуру, ну, если можно, так сказать, в президенты, потому что я умею продумывать стратегии разные, и я хорошо очень в ПВП. Кинься, вот на вот эти вот блоки те, кто за Суслика голосует. Вот на вот эти вот блоки, не мне. Я хочу принести победу. Создать огромный город, а именно пустынный город. Короче, вы меня можете выбрать просто так, я помогу вам затащить. И еще я хочу, чтобы мы были сильными войнами и выиграли других. Я хорошо ПВП, могу построить нормальный дом. Ну, я сейчас пока что этот построила. Для защиты от фантомов могу добыть нормальный, типа, железо. Ты меня слышно? А, меня слышно? Я слышно, я слышно. Включу микро, да, все, меня слышно. Меня слышно? Да, тебя слышно, но сейчас идут выборы. Все, давай, опять начинай свою кандидатуру. Я думаю... Ребята, пожалуйста. Кто со мной пойдет и дую добывать? Пожалуйста, дайте нам провести выборы, пожалуйста. Вы что, совсем тупые? Вы что, совсем тупые? Выборы были закончены по результатам выборов. Лидером стал Хах-1,2,3. Итак, у нас заканчивается очередная ночь. И в это время у дикарей начинаются небольшие проблемы. Потому что они никак не могут определиться, кто у них будет лидером. У него больше всех хлеба, поэтому он его лайк. Главное, чтобы они кого-то уже выбрали и поскорее, потому что совсем скоро начинается кровавая луна. Как вы уже поняли, каждых несколько минут в мире будут появляться новые какие-то аномалии, которые нацелены на то, чтобы усложнить людям игру и посмотреть, как они будут справляться с трудностями. То есть, пощекотать их нервишки. И полярники, кстати говоря, у нас уже сделали ферму, что очень полезно для их еды. Также они вроде как начали строить какое-то небольшое убежище. Они начали создавать какие-то небольшие домики, в которых, видимо, прячут какие-то небольшие ресурсы. Но ресурсов, кстати говоря, у них пока действительно мало. Но хотя бы у них имеются нормальные фермы. У всех, на самом деле, разные методы, но самое главное, чтобы они развивались. Потому что я вижу, что у лесников некоторые игроки абсолютно ничего не делают. И это может очень плохо повлиять на развитие цивилизации. Потому что если кто-то бездельничает, соответственно, цивилизация стоит на месте. Итак, ребята, как только Авел Шарки стал уже лидером, в нашей цивилизации пропал депицит еды. У каждого есть хотя бы 10 стейков. И это прекрасно, что проблема с едой была полностью решена. Спасибо, Авел Шарки. Напишите в комментариях, Авел Шарки крутой. Тем временем уже пришло время усложнять игру нашим друзьям. Нашим цивилизациям, которые, наверное, не успели к этому подготовиться. Или успели, стоп. Они уже создали себе какой-то бункер. И окей, листники хорошо справляются. У них какой-то бункер, но в нем уже огромное количество зомби. Потому что у нас началась кровавая луна. Во время кровавой луны, во-первых, луна, разумеется, красная. А во-вторых, у нас огромное количество очень страшных модифицированных зомби. И если мы телепортируемся между разными цивилизациями, то увидим, что... Стоп, куда ты бежишь? Один человек, что? Что делает этот полярник? Мне кажется, он решил сам отправиться всех убивать. Мне кажется, это самый отважный полярник среди всех. Пока все отдыхают внутри дома, он решил отправиться на войну и просто всех остальных убивать. Чего? Просто посмотрите, что здесь происходит. Огромное количество зомби начало спавниться. Пауки тоже, и всё. Они сейчас будут налетать на каждого игрока, которого будут встречать. И мне кажется, что, о, игроки спрятались под землёй. И в целом им это немножко поможет. Главное, чтобы они не выходили. Но знаете что? Проблема в том, что зомби эти днём не сгорают. Поэтому рано или поздно игрокам всё-таки придётся как-то их уничтожить. Однако, если посмотреть на то, как сейчас развиваются пустынники, о боже мой. У них уже настоящее нашествие просто настоящих мутантов. И они все спрятались в одном доме. Может быть, некоторые ракеты отдалились, но, по крайней мере, большинство точно в этом доме. Я не знаю, нашли ли они вот эти подземные бункеры, но смотрите, они начали выкапать здесь какие-то шахты. Но мне кажется, они до сих пор не в курсе о том, что у них гигантское подземелье с огромным количеством рут. Вы просто посмотрите на дикарей. Они начали создавать ферму и бросили её. Просто бросили и ушли, потому что здесь очень много мобов, особенно криперов, которые готовы взорвать её. И вопрос, куда они всё-таки спрятались? То есть, ого, я вижу одного дикаря. И это как раз-таки лидер дикарей АВПО. Но где же все остальные? Стоп, ещё один игрок здесь. А все остальные, мне кажется, они просто начали разделяться, потому что испугались из-за мобов. Количество дикарей с каждым днём становится меньше, йоу. Пока что мне не нравится, что в этой цивилизации всё очень плохо, потому что очень мало игроков. Они все разделяются, и лидер просто сам по себе, и никто ему даже не помогает. Тем временем прошло 15 дней развития цивилизации, и у лесников всё пока что стабильно. Они хорошо развились, и почти все укомплектовались уже в железную броню. Полярники некоторые погибли от мобов, но зато они хорошо развили свои фермы и запасли себя едой. У дикарей в это время всё достаточно плохо, потому что они сильно разбежались, и теперь им предстоит заново собирать всю их цивилизацию. А пустынники в это время начали какие-то новые переговоры. Итак, только что было объявлено то, что через минуту начнётся падение ящика поддержки, то есть сундучка, который подарит людям полезные предметы. В каждом объёме появится сундук, который даст им некоторые полезные предметы, и я им уже объявил, на каких координатах появится этот сундук. Мы уже нашли сундук, давай ты сейчас залутаешь и скажешь, что у нас там за ресурсы. Так, а ну-ка, дай, 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 мне интересно что-то. Я тебе отдам тогда всё сразу, а ты уже распределишь между нами. Давай. Отойдите! Ну да, это очень хорошие лесы, поэтому я думаю, что я скрафчу себе тогда железную броню, а остальное железо я положу в сундук. Кому нужно, то пусть и тратить, только на самые важные. Итак, был найден сундук, который нам говорили, но ещё 5 минут не прошло. Тут только пока модер или пидхелпер, или что, полиция нашего сервера сложила ресурсы. Вот видите, складывается, открывается, закрывается. Короче, там так мы заметили этого ютубера, который у нас ворует вещи. Кстати говоря, пока игрокам дружно предложили залутать сундуки, в это время один пустынник. Это, видимо, тайный шпион. Посмотрите на него, он решил выбраться за пределы карты и построил туннель, чтобы перейти уже к соседнему жжёу. Чувак, да ты нарушаешь все правила игры, ладно. Тебя я должен будет наказать, поэтому опа-па-па-па-па-па-па-па-па. Ломаем каждый блок под ним, и это, наверное, тоже всё, потому что ты нарушил правила. Я тебе верну твои вещи, но советую туда больше не лезть, потому что пока что ещё рано, да. В скором времени начнётся финальная эпичная битва между всеми цивилизациями. Но прежде чем это случится, я планирую сначала посмотреть на ещё несколько испытаний. И на то, как наши друзья справятся уже со следующим ивентом, которыми являются переговоры между лидерами. То есть, лидер каждой цивилизации соберётся в самом центре этой карты для того, чтобы переговоры устроить с остальными всеми лидерами. И вот в этой вот маленькой комнатке будет решаться, кто же заберёт главные предметы, которые спрятаны в этом сундуке. Итак, прямо сейчас у нас будут начинаться серьёзные переговоры между лидерами. То есть, посмотрите, мы телепортировали каждого лидера в свой маленький биом, в свою маленькую цивилизацию и у каждого свой уголок. Но по центру имеется один сундук с огромным количеством полезных предметов. И каждому лидеру этой цивилизации нужно будет договориться с остальными на том, какие предметы он хочет себе забрать и позволят ли ему остальные. Так, ребят, слушайте, так как у нас есть небольшой шанс забрать резцы, я предлагаю так. Нам нужно немножко каменных кирпичей, немножко замышленных каменных кирпичей, ступеньки и, возможно, немножечко еды. Поэтому, чтобы вы никак не обижались, давайте поделим вот эти каменные кирпичи и всё, что нужно для постройки. Возможно, вы согласитесь, а возможно и нет, но такую сделку я хочу вам предложить. Мне не нужны железо, золотые слитки, мне нужны только строительные блоки. Так, если честно, я хотел забрать ещё железо, там, золото, алмазы. Но знаете что? Я бы мог их забрать. Поэтому давайте сделаем немножечко, ну... Вы ничего не видели. Самая главная трудность заключается в том, что на переговоры у каждого будет поговорить ровно 60 секунд. И если никто из них не придёт к никакому согласию, то предметы не достаются абсолютно никому. А я бы хотел сказать, что я не против того, что сказали все остальные, но я предлагаю разделить ресурсы, которые, ну, стакуются. Подводим теперь результаты наших переговоров. Дорогие лидеры, стойте все на месте, потому что сейчас я спрошу вас, согласны ли вы со всем, что все только что проголосовали. Внимание! Если вы согласны за то, чтобы Дейзен забрал те предметы, которые он попросил, сделайте шаг вперёд. Если вы не согласны с тем, что он попросил, сделайте шаг назад. Окей, все сделали шаг вперёд, поэтому Дейзен может забрать из сундука те предметы, про которые ты сказал. Пустынники, вы можете взять то, что вы попросили, если остальные не против. То есть, если вы против, вы делаете шаг назад. Если вы согласны, чтобы он взял те предметы, которые запросил, делайте шаг вперёд. Окей, все согласны, значит, следовательно, забирайте вещи, которые ты попросил. Следующим выступают у нас лесники, авилшарки. Ты запросил определённое количество ресурсов. Согласны ли все остальные? Если вы согласны с тем, чтобы он их получил, сделайте шаг вперёд. Если не согласны, делайте шаг назад. Окей, все сделали шаг вперед, поэтому лесники спокойно забирайте свои ресурсы. И последняя команда, а именно у нас дикари, АВПон попросил определенные предметы. Согласны ли вы, если да, сделаете шаг на вперед, если вы не согласны с его решением, сделайте шаг назад. Все согласны, поэтому АВПон может забирать предметы, про которые ты сказал. И дальше у нас остается кое-что очень интересное. У нас в сундуке по-прежнему остаются очень драгоценные предметы. И АВПон разобрался из очарованной золотой яблоко, что на самом деле, я не знаю, как вы на это согласились, но ладно. У нас по-прежнему остаются некоторые драгоценные предметы, как золотое яблоко, трезубец, много железа, много золота и крутые зелья. Прямо сейчас у меня для вас есть следующий вопрос и следующее предложение. Мы эти предметы можем как и выбросить, так и разделить между вами. И выберите вы, что мы сделаем. Либо мы их выбрасываем, либо разделяем между вами. Каждый из вас сделает шаг назад, если вы хотите, чтобы вы все эти предметы выбросили. И шаг вперед, если хотите, чтобы мы эти вещи разделили между вами. Итак, два человека сделают шаг вперед, три шаг вперед и один человек сделал шаг назад. Поэтому, окей, в принципе, в большинстве проголосовали за то, что мы их разделили, поэтому сейчас мы разделяем эти предметы между четырьмя цивилизацией. Теперь, когда переговоры закончились, лидер каждой цивилизации вернулся ко своим, чтобы обрадовать полезными ресурсами. Пока что настроение у цивилизации растёт, потому что они успешно укомплектовались хорошей бронёй, начали создавать свои базы и даже ловушки против остальных цивилизаций. Однако, никто из них не готов к тому, что случится через пару дней, ведь совсем скоро начнётся глобальное голодание, которое продлится целых 15 дней. И там уже начнутся настоящие проблемы. Знаете, я гулял такой по поляне и заметил, что у какого-то игрока, который умер, ему сделали вот такой вот красивенький гроб. У нас настолько дружная команда, что даже нашим умершим, выбывшим тиммейтам делают вот такие вот построечки. В целом, я могу сказать, что с голоданием люди справляются достаточно хорошо, потому что абсолютно каждая цивилизация подготовилась, она работала себе много еды, а некоторые ребята вообще сломали код, они просто взяли и разрушили всю игру, потому что они изобрели такую вещь, как ведро с молоком. Это сделали, кстати говоря, листяки, и они просто гениальные. Вот за это листяками ставлю просто 5 плюсов, потому что они единственные, кто пока что додумались до того, что можно создать ведро с молоком и выпить его для того, чтобы избавиться навсегда от голодания. Пустыня тем временем решила усовершенствовать свой замок, они достраивают его, улучшают, и это здорово, но прямо сейчас голодание закончилось, и сразу же после голодания начинается новый ивент, который проверит их на прочность, и это нападение рейдеров. Суть нападения рейдеров в том, что на каждую цивилизацию нападут разбойники и разорители, которые агрессивно нацелены на то, чтобы всех уничтожить. Это будет небольшая проверочка, насколько цивилизации готовы к таким боям, потому что совсем скоро их ждет настоящая буря. Итак, ребят, у нас имеются настоящие проблемы, потому что, во-первых, прямо сейчас у нас начнется новый ивент, а именно нападение рейдеров, во-вторых, у нас имеется огромная проблема у дикарей, их очень-очень мало. Дикарей осталось примерно 7 человек, в то время как у остальных цивилизаций по 15, по 20 игроков, а дикарей что-то совсем-совсем немного. Скоро начнется нападение рейдеров, и я сомневаюсь, что они вообще к такому готовы. Кстати говоря, дикари, как и, в принципе, реальные дикари, наверное, решили просто построить себе какой-то домик на дереве. Это дом дикарей, и здесь, судя по всему, они живут, но сомневаюсь, что такой домик их спасет, потому что сейчас, когда начнется нападение рейдеров, у них, мне кажется, начнутся настоящие проблемы, и все. Нападение рейдеров началось, и теперь каждую секунду вокруг игроков будут появляться разрушители миров, и все. Эти пиладжеры вряд ли оставят их в покое. Боже, тут 4, 5, 6 разорителей на одну деревню. Итак, у нас начался рейд, я уже с половиной кусочка в одной хп, сейчас я, мне кажется, умру. Итак, наша команда уже вроде бы тащит. Вы все живы, кто-то, или кто-то из нас уже умер? Я убил двоих быков. Хорош, давай, сейчас я тоже возрождаюсь и идем. Атакую сзади. А, нет, мех она. Я умер. Алло, 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 меч, 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 я меч, я меч выкинул! Ребята, начался рейд, начался ивент рейд, и он максимально страшный. Уже 2 человека умерло, и сейчас нам надо вообще, в принципе, держать себя в руках, потому что... Чем мне делать? Чем мне делать? Начинается рейд, это очень страшно максимально, надо остаться в живых, это очень максимально страшно. У нас начался рейд! В смысле, а что, один должен их всех бить, это что? Да, да. Просто посмотрите, что происходит у лесников, то есть разорители и разбойники пытаются пробраться к ним в дом, но, благо, ребята немножко предусмотрели, они закрыли ворота и их не впускают, окей. Видимо, теперь они будут придумывать стратегию, чтобы всех убить, потому что тут очень много разорителей. И, кстати говоря, мне кажется, или они, в принципе, даже могут появляться внутри их базы. Пустынники в это время, кстати, чувствуют себя немного поспокойнее, потому что они, в прямом смысле, приглашают разорителей и разбойников к себе домой и спокойно их убивают. Да, у пустынников все более комфортно, они очень хорошо укомплектовались, их, в принципе, очень много, и они спокойно впускают в замок этих разбойников и легко их убивают. Тем временем, пока все цивилизации более-менее нормально справляются со всеми разбойниками, у нас имеются проблемы у дикарей. Дикарей осталось совсем мало, потому что разбойники убили половину цивилизации, Чтобы вы понимали, я нажимаю табы, посмотрите прямо сейчас. В табе ровно три дикаря. Это АВП он, это Дед Максим и Витя энд Ярик. Всего лишь три человека из всей цивилизации. Итак, Дед Максим хочет прописать свою корону, как обычно. Он прописывает и уже почти добивает быка. У быка остается пару хп, но Дед Максим от него отходит. У меня три хп. Теперь, когда все цивилизации пережили нападение рейдеров, некоторые продолжили свое развитие. Например, пустынники. Они начали создавать постройки из пустынной тематики, как сфинкс и скипетр бога Ра. В то время, как полярники решили отстроить себе ограждение для безопасности. А лесники продолжили совершенствовать свой джунглевский храм. И как вы помните, осталось всего лишь три дикаря. И как вы думаете, что они решили сделать в такой ситуации, когда они понимают, что они в меньшинстве? Просто посмотрите, чем один дикарь занимается прямо сейчас. АВП он, боже мой, что он творит? Вы только посмотрите на этого игрока, чтобы вы понимали. Прямо сейчас мы находимся в биоме полярников. И это не полярник, это человек-дикарь. Это дикарь, который построил огромный столб вверх, встал на этот блок и прямо на моих глазах кинул Эндерпёрлу туда. И тем самым перебрался на соседнюю цивилизацию. Боже мой. Он только что перебрался к своим врагам. И теперь он использовал зелень невидимости и аккуратно пытается к ним подобраться. Мамочки, 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 мне страшно. К чему же это приведет? Он пытается теперь их найти. И я боюсь представить, что случится, когда он их найдет. Убьет он их или они его, я не знаю. В это время полярники, они ничего не ожидают. Они просто отдыхают. Они занимаются развитием. Приручили огромное количество собак и занимаются своим домом. Но в это время... О боже мой. К ним уже надвигается один тайный шпион в невидимости. И возможно, они даже примут его за своего тиммейта. О боже мой, только не это. Боже мой, только не это. Чуваки, делайте что-нибудь. Они даже не знают. Они даже не знают, что прямо сейчас среди них имеется чужой. Среди их цивилизаций. Где-то тут спрятан дикарь, который шпионажем пришел к ним, чтобы аккуратно их каждого убить. Вот это, я понимаю, стратегия. Ровно три дикаря осталось, и он понял, что нет. У них нет шансов, кроме как просто брать и хитростью всех побеждать. И я крайне хочу посмотреть, где он прямо сейчас находит. Стоп, и... О нет! Он вернулся к себе обратно. Он вернулся к своей цивилизации, потому что понял, что это была очень опасная идея. Итак, прямо сейчас началось то, чего многие все это время боялись. Это огромное, несусветно масштабное цунами, которое постепенно надвигается на... О боже мой, тех самых дикарей! Всего лишь два человека, мне кажется, остались у дикарей. Да, всего лишь два последних выживших. Это Витя и АВП. Он как раз-таки лидер. И прямо сейчас они даже не представляют, что на них надвигается. Это гигантское, огромное цунами. Где оно? О, вот оно! Огромнейшее цунами, которое через несколько секунд уже их полностью поглотит. Итак, легендарный трюк от нашего капитана. Полетели! Помянем. Этот капитан был лучшим в нашей жизни. Мы его любили, помнили, заботились. И он нас покинул. В это же время у пустынников начинается настоящая пустынная буря. Если вы обратите внимание, началась буря, и это буря. Она способна убить каждого игрока, но мне кажется, что они спрятались внутри этой пирамиды. Где-то здесь, в подземных бункерах, они затаились, и вау. Это, опа, я вижу одного игрока. Это не игрок! Это то, что от него осталось. Игроки прямо сейчас прячутся в этой пещере, и знаете что? Это, в принципе, место, которое может их спасти. Они даже подготовили себе двери для того, чтобы спастись от какого-то возможного цунами, и вау. Вы молодцы, вы организовали, но не советую вам выходить на улицу. Тут огромная пустынная буря, которая моментально вас убьёт. Ребят, я это вижу. Не-не-не-не-не, я побежал обратно. Всё-всё-всё-всё. Ребят, знаете, что я понял? Если вы прямо сейчас выйдете на улицу, то у вас не будет хватать кислорода. Следующие у нас в списке полярники, и посмотрите, что у них происходит. Прямо сейчас, только что, у них началась снежная буря. И эта буря будет их моментально убивать, поэтому советую вам побыстрее прятаться. Итак, прямо сейчас у нас началось извержение вулкана, и да. Мы пришли к листикам, и посмотрите, что здесь происходит. Это настоящее извержение вулкана, в котором... О, боже мой! Это извержение будет постепенно убивать абсолютно каждого, потому что весь остров будет постепенно покрываться лавой. Видимо, сейчас будет какой-то торнадо или что-то типа подобного, но я просто не могу представить, под чем себя может представлять название «Стихийные бедствия». Серьёзно. Итак, ребята, вы просто посмотрите, что тут происходит. Тут просто максимально много падает лавы. Реальные стихийные бедствия начинаются. Ну, в общем, у нас, слава богу, есть здание, и оно, и его сооружение было построено из булыжника. Поэтому наш дом будет в безопасности. Мамочки, 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 как мне страшно за игроков. Блоки лавы разлетаются по всему острову, и, возможно, игроки даже не знают, но через несколько секунд этот вулкан заполнит половину их острова. Просто посмотрите на их храм, и посмотрите на то, сколько лавы вокруг их храма. Всё. Она заполняет абсолютно всё, и будет постепенно поджигать каждый блок дерева. Поэтому вы молодцы, что избавились от блока дерева и подделали под камень, потому что иначе у вас всё бы в этом доме начало гореть. Вы просто посмотрите, что случилось с нашим лесом. Мне кажется, я понял, почему Тум, когда он говорил запастись ресурсами. Это официально означает, что Витя последний выживший среди дикарей, потому что только что его лидер взял и его покинул. Всё. Один оставшийся последний игрок постарается сразиться за всю свою цивилизацию против огромного количества игроков. Я не знаю, братишка, какие у тебя шансы, но как минимум у тебя довольно-таки грустная судьба. Итак, прямо сейчас мы объявили о том, что стены на нулевых координатах были разрушены, и теперь абсолютно каждая цивилизация может сбежать и направиться к своим врагам, чтобы их уничтожить. Итак, наша битва началась. Стены разрушились. Мы решили не выдвигаться с базы. Мы решили остаться на базе, и чтобы бежали к нам, потому что нас осталось всего 4 человека, и нам очень страшно... Ладно, мы сейчас уже будем, в принципе, готовиться к тому, чтобы нападать. Ребят, чтобы вы понимали, мы строили лабиринт, понятное дело, где? Но, видимо, лабиринт отменяется. Полярники в это время тоже почти готовы к финальной битве, потому что они стоят прямо около границы. Всё. Полярники в скором времени могут столкнуться, кстати говоря, с дикарями. Оу, не, с лесниками. Лестники совсем близко, всё. Они их пока что не видят, но если полярники пойдут хотя бы немножечко ближе, то они сразу столкнутся лбами с лесниками. Вот это реальный момент, потому что пока они находятся в расстоянии более 50 блоков друг от друга, они не видят, и всё. Они даже не знают, что около полярников прямо сейчас находятся лесники. Просто посмотрите на эту картину. Они уже соприкасаются почти друг с другом. Неужели они их ещё не заметили? Да ладно! Они их ещё не заметили! Потому что в это время, пока лесники стоят тут, несколько полярников строят себе замок. Они строят какую-то ограду, и мне кажется, что лесники заметили. Лесники заметили, и теперь думают, как же им с этим поступить? В это же время также присоединились пустынники, и просто посмотрите, они налетают моментально на полярников. Они пришли как будто просто супер подготовленной спецназой. Раз, два, три, четыре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоям, бусс, стоям, бусс. Это первая битва и первая сегодняшняя смерть. Первый пустынник убил полярника, и, о боже мой, полярники пришли с собаками, пустынники на них нападают, и в это время ещё и листяки, ещё и листяки к ним тоже присоединяются. Несколько лесников сейчас бегут просто за одним пустынником, и, дружище, беги. Он бежит обратно к своим тиммейтам, потому что, мне кажется, их начинают окружать лесники. Я даже не могу сказать, кого в меньшинстве, кто в большинстве, но я могу сказать точно, что остался всего лишь один бедный дикарь, и этого дикаря вынести могут очень легко. Но стоп, он спрятался под землёй, и... О, да ладно, неужели он сделал подкоп под землёй? И они об этом даже не знают. У каждой команды наверняка имеется какая-то своя стратегия, по крайней мере, у пустынников она есть точно. И знаете что? Мне кажется, что пустынники реально самые подготовленные, потому что они пришли, завоевали центр, и смотрите, теперь на центре одни пустынники. Жесть! Пустынники точно в большинстве, и все остальные просто спрятались. Лесники в это время пробегают мимо дикарей. Стоп, что они делают? Лесники аккуратно перебегают к пустынникам для того, чтобы заныкаться у них на базе. Окей, это какая-то необыкновенная стратегия, но проблема в том, что имеется барьер, который очень активно сужается, и вряд ли позволит тебе далеко убежать. О, нет, лесник, братишка, прости. Он хотел заныкаться у них на базе, но не получится. Возможно, он даже хотел их ограбить, но как только увидел барьер, он понял, надо скорее возвращаться обратно. В итоге пустынники все еще живы, и посмотрите, о май гад, один пустынник прямо сейчас копает как раз таки к дикарю, и это последний выживший дикарь, и пустынник, если он его убьет, все. Если убьют последнего дикаря, дикари полностью уничтожены, и остались, получается, только две цивилизации, это пустынная и лесники. Тем временем посмотрите, сколько пустынников нападают, всего лишь на одного бенного лесника, и это последний лесник из своей цивилизации. Нет, если они его убивают, все, цивилизация лесников будет полностью уничтожена, и все. Нет, 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 что это такое? Они просто толпой пришли, это просто невозможно. Только что уничтожили цивилизацию лесники, и осталась теперь только цивилизация пустынников, а также дикари, которые спрятались, вернее, один дикарь, который где-то здесь спрятан на карте. Стоп, я не понимаю, где он спрятался? Он все еще под землей, и его не находят. Это настоящая жесть, но все-таки его нашли. Один пустынник смог найти его, и нет. Они его только что уничтожили, друзья мои, пустынники. Завоевали полностью весь этот мир. Они убили все остальные цивилизации, и захватили полностью весь мир. Фух, я не могу поверить, это была супер эпичная напряженная битва, и, причем, пустынников, посмотрите, их осталось более 10 живых игроков. Они явно стали самой мощной и продвинутой цивилизацией среди всех остальных, и за это им огромный респект. Они получили призовый фонд в 10 тысяч рублей, и если вам понравился этот ролик, смотрите ролики, которые прямо сейчас у вас на экране. Заходите на мой сервер Рейд 2, посылки в описании. И всем пока!